Молодой человек едет за границу. Во время вождения по отдаленному лесу он попадает в аварию, но его спасает невероятное существо. Он потрясен, когда понимает, что произошло. Этот мужчина совершает свою ежегодную экспедицию. После многих лет учебы и тяжелой работы, он награждает себя этим замечательным приключением. Он был взволнован, увидев части света, о которых прежде только читал в книгах и надеялся получить много полезных уроков в этом путешествии. Можно с уверенностью сказать, что он никогда не ожидал того, что произойдет в день его предстоящей поездки. В тот день он арендовал машину и решил проехать через густой лес. Говорят, если проехать через этот лес, пейзаж вдоль дороги будет невероятным. Итак, он купил карту, заправил машину и отправился в лес, надеясь провести часа два, катаясь туда-сюда по лесу. Когда он добрался до тихого закрытого участка леса, он почувствовал спокойствие и уединенность природы. Он прибавил громкость музыки, и на дороге было видно лишь несколько машин. Он начал спускаться с холма на полной скорости, обезжая повороты, и продолжил такую опасную езду. В этот момент что-то покатилось по полу. Человек почувствовал себя как в ином мире и перестал заботиться о собственной безопасности. Прошли минуты, и туман превратился в моросящий дождь. В одушевленной переменой настроения мужчина включил музыку погромче. Дождь все усиливался, пока не превратился в настоящую грозу, будто пытаясь перекричать музыку. Ливень хлистал, и становилось все труднее что-либо разглядеть в лесу. Возможно, поэтому мужчина не заметил оленя, выскочившего на дорогу. Он не отреагировал, пока не стало слишком поздно. Он резко завернул, чудом не сбив оленя, но этот рывок руля заставил машину съехать с дороги и столкнуться со стволом ближайшего дерева. Олень убежал, а мужчина впал в каму. У него были секунды, чтобы вспомнить, что произошло в аварии, прежде чем потерять сознание. Ему удалось сказать себе, хорошо, я все еще жив. Мужчине потребовалось много времени, чтобы прийти в себя после пробуждения. Поняв, что он больше не в разбитой арендованной машине, а в колыбели дома, он не знал, где точно находится. Но раз он оказался на частной территории, а не в больнице, он подумал, что все еще где-то рядом с лесом. И оказался прав. В комнату вошел пожилой мужчина с водой, хлебом и безрецептурными обезболивающими. Лежащий в постели путешественник с трудом приподнялся и поблагодарил мужчину за еду и воду. Он почувствовал сильные гематомы на туловище, возможно, травматические и кровоточащие, но, к удивлению, на нем была не его одежда, и крови не было. Старик объяснил, что прошло несколько дней с тех пор, как он нашел путешественника без сознания, искупал его и переодел в сухую одежду. В голове молодого человека было много вопросов. Кто этот пожилой джентльмен? Где они сейчас находятся? Что случилось с арендованной машиной? И главный вопрос, как он мог оказаться в доме незнакомца. Старик увидел любопытство, горевшее в глазах молодого человека, и сказал ему потерпеть и поскорее поправиться. К тому времени все вопросы будут отвечены, а когда молодой человек немного окрепнет, он будет в лучшем состоянии услышать невероятную историю о том, как ему спасли жизнь. В последующие дни молодой человек продолжал поправляться, ел, пил и спал. Он даже смог сидеть дольше, поэтому старик поставил для него в гостиной удобное кресло. Так путешественник смог побродить по гостиной, где и встретил другого обитателя дома. Перед ним сидел настоящий медведь. Молодой человек почувствовал головокружение и испуг. Старик, увидев страх на лице гостя, поспешил окликнуть медведя. Путешественник с изумлением наблюдал, как медведь послушно отступил и сел в угол комнаты. Старик сел рядом с креслом и начал объяснять. Оказывается, он лесник, охраняющий половину леса, поэтому и живет в глуши. Несколько лет назад браконьеры часто прокрадывались в лес, чтобы охотиться на диких животных. Однажды лесник услышал выстрелы и побежал в лес, чтобы попытаться защитить животных. Услышав приближение лесников, браконьеры сбежали, оставив своих жертв. Лесники нашли большого взрослого медведя, лежащего на земле. Они попытались спасти его, но медведь получил слишком много ранений. Старик решил сесть рядом с ним и составить ему компанию, оказав уважение. Спустя несколько минут мужчина с удивлением обнаружил, что ни один заботится о медведе. Медвежонок медленно подошел к матери, но держался на почтительном расстоянии от лесника. Когда медведица ушла, лесник вытер слезы, встал и пошел домой, оставив медвежонка там, где тот был. Лесник немного прошелся и снова понял, что ни один. Если он оглядывался назад, там никого не было. Но если шел вперед, слышал за собой маленькие шаги. Наконец медвежонок осторожно последовал за лесником обратно к его дому и подошел к нему. С того дня лесник усыновил медвежонка, и тот был достаточно приручен, чтобы ему разрешалось заходить в дом и подчиняться приказам человека. Но как дикое животное он все еще нуждался во времени, чтобы привыкнуть к среде обитания. Поэтому лесничие разрешали медведям свободно входить и выходить. Лесник улыбнулся и сказал молодому человеку, что чувствует себя медведицей. Молодой человек слушал эту историю с изумлением, но все еще не понимал, какое это имеет отношение к нему и его аварии. Он считал, что ничто не потрясло его больше, чем только что услышанная история, но ошибался. Лесник объяснил, что в тот день его прирученный медведь, как обычно, пошел в лес, но вернулся лишь через полтора дня, что было нехарактерно для медведя. Поэтому лесник последовал за ним в лес, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Что он обнаружил, было невероятно. Медведь, должно быть, услышал или почуял удар, потому что сразу нашел молодого путешественника и его разбитую машину. Ему удалось отодвинуть обломки машины вокруг бессознания лежавшего мужчины и вытащить его из-под них. Добираться домой было долго, потому что медведь нес человека в пасти и очень осторожничал, чтобы не поранить его своими острыми зубами. Лесник встретил медведя с человеком по дороге домой и помог зверю донести путешественника до дома. Там лесник оказал помощь молодому человеку, надеясь, что его пушистый друг подождет снаружи. Однако медведь отказывался терять молодого человека из виду и ждал внутри дома, пока тот не очнулся. Путешественник никогда в жизни так не пугался. Набравшись смелости, он встал и погладил медведя по голове, благодаря за помощь. Возможно, он не получил то естественное приключение, на которое рассчитывал, но у него точно была интересная история, чтобы рассказать друзьям по возвращении домой. Знали ли вы, что даже дикие животные, как этот медведь, способны на такие бескорыстные поступки? Что бы вы сделали, если бы кто-то сказал, что медведь спас вам жизнь? Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. расскажите в комментариях, что вы думаете об этой истории. До встречи!